На телеканале Енисей Большие Новости в студии Ксения Кощеева. Здравствуйте! Итак, впереди длинные и по-летнему теплые праздничные выходные. Как проведете их вы, эту тему обсуждаем в ближайшие 45 минут. Пишите о своих планах, расскажите о мероприятиях, которые планируете посетить, в том числе и 9 мая. За самый интересный отзыв сегодня дарим приз, билеты в контактный зоопарк. Ну а прямо сейчас о главных темах выпуска. Жилье для погорельцев и ремонт Ащинского НПЗ – главная тема оперативного совещания с губернатором. Какие даны поручения? Надо решение срочно принимать. Думаю, что не дожидаясь никаких решений на федеральном уровне, надо обеспечивать жилье. Ко дню Победы на улицах Красноярска появились военные вагоны-теплушки, где их установили и как воссоздали солдатский быт. У нас будут работать баянисты, и мы попоем песни, те, которые любят ветераны. Жители края смогут улететь в Крым по сниженной цене, сколько будут стоить льготные билеты и когда они поступят в продажу. Семья, где есть вот такие категории, можно прийти в кассу и приобрести такой льготный билет. Синоптики обещают по-настоящему летнее тепло на длинные майские выходные. Как долго продержится такая погода? Ачинский нефтеперерабатывающий завод закрылся на плановый ремонт. Работы продлятся 40 дней. Вопрос с запасами топлива обсудили сегодня на еженедельном оперативном совещании у губернатора края Виктора Толоконского. Министр промышленности, энергетики и торговли региона заверил, дефицита не будет. На самом заводе запасов хватит на 60 дней. Ресурс государственной сети КНП и крупных частных автозаправок рассчитан на 100 дней. Не возникнет проблемы и у аграриев. К профилактике на НПЗ готовились заранее, поэтому специально для обеспечения бесперебойной работы техники на пассивной запасли 5000 тонн дизельного топлива. На наш взгляд никаких опасений с нехваткой топлива на период профилактики на Ачинском КНПЗ и массовом проведении сельхозработ в Красноярске и в крае в целом не возникнет. Еще один важный вопрос касался обеспечения жильем пострадавших при пожарах 27 апреля. Напомню, тогда из-за пала травы в крае сгорело 26 домов. Больше всех пострадал поселок Белогорка Манского района, где огонь уничтожил 11 жилых построек. Люди сейчас живут у родственников. Губернатор поручил к 10 мая подготовить все документы, чтобы в максимально короткие сроки начать строительство домов для погорельцев. Виктор Толоконский уточнил задачи краевых властей обеспечить пострадавших крыши над головой, а не возместить ущерб. Поэтому новое жилье будут строить для тех, у кого сгоревший дом был единственным местом для проживания. Сначала такие дома людям будут предоставлены по договору социального найма. Это делается для того, чтобы они могли восстановить дом на старом месте. На мой взгляд, там может быть только две альтернативы рассматривать. Либо кто-то там высказать желание куда-то переехать и где приобрести можно квартиру. Либо построить, как мы делали, дом в том населенном пункте, где они проживали. По тому стандарту, который мы тогда в 2015 году отработали. У нас есть проект, есть все технологии. Потому что построить надо мгновенно, буквально до 1 августа, ставить задачу строителям завершить. В крае стартовала массовая посевная. К работам уже приступили 25 зернопроизводящих территорий из 36. На данный момент засеяно уже почти 45 тысяч гектаров. Это несколько больше, чем в прошлом году. Как заявил министр сельского хозяйства края Леонид Шорохов, выпавший на этой неделе снег пойдет на пользу посевам. Высится влажность почвы. В этом году значительно вырастут площади, отведенные под масленичные культуры, яровые, рапсы и кукурузу. В целом под зерновые и зернобобовые планируется занять 1,7 млн гектаров полей. В тех территориях, где еще не приступили к посевной работы, начнутся в ближайшие дни. Если оценивать площадь, то она существенно выше. Работы ведутся. Здесь все направлено на то, чтобы подготовить почву к тем оптимальным срокам проведения пассивных работ. Напомню, что оптимальные сроки на территории и края в зависимости от земледельческой зоны у нас начинаются с 5-10 мая. В Красноярск возвращается теплая погода. В субботу ожидается по летнему знойный день. Днем будет плюс 23, плюс 28. В воскресенье и понедельник несколько прохладнее. Плюс 15, плюс 20. Возможно, небольшие дожди. Кроме того, 7 мая синоптики прогнозируют усиление ветра. Порывы могут достигать 18-23 метров в секунду. По прогнозам, праздничный день 9 мая будет дождливым и прохладным. Дневная температура не превысит 10-12 градусов. Ветер, облачность и осадки ожидаются в праздничные дни по всему краю. На юге Таймырского муниципального района ожидается небольшой снег. 6 мая в субботу порывы южного ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 3, минус 8. Днем плюс 2, минус 3. В Таруханском районе и в Ивенкирском муниципальном районе также ожидаются смешанные осадки в виде дождя и снега. Сильного ветра здесь мы не прогнозируем. Днем ночные температуры достаточно высокие от 0 до минус 5. И днем воздух у нас прогреется до плюс 5, плюс 10. Как планируете провести праздничные выходные вы? Обсуждаем в прямом эфире. Мой коллега Ян Ермешов собирал ваши комментарии в социальных сетях, мессенджерах. Он готов поделиться. Добрый вечер, Добрый вечер, Ксения. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Итак, выходные у нас держат по-летнему теплые. К тому же их будет очень много, целых 4 дня. Так вот, как вы собираетесь их провести, расскажите, поделитесь своими планами. Может быть, давайте составим такую, знаете, своеобразную афишу, где можно провести 4 дня. Может быть, ваши советы кому-нибудь и помогут. Ну, а если ваши советы будут оригинальными, то вот за самый оригинальный совет мы сегодня вот таких два пригласительных билета в контактный зоопарк подарим. Пожалуйста, сбрасывайте свои сообщения в WhatsApp и Viber 8-900-33-336-7172. Это наш телефон. Либо звоните к нам в прямой эфир 201-0505. Либо тогда пишите сообщения на наших страничках в социальных сетях. Телеканал Енисей. И вот некоторые сообщения у нас уже есть. Давайте их почитаем. Анна пишет. Парад. Безоговорочно. Наш долг перед будущим поколением сохранить память о героях той войны. Не пропустили ни одного парада. Специально на 70-летие Победы возили детей в Москву на парад. Важнейшее мероприятие для воспитания детях гордости за страной и благодарности предкам. Сергей пишет, что мы с друзьями планируем отправиться в небольшой поход недалеко от Красноярска. Теплые спальники, газовые грелки, зимние палатки. Все уже готово. Если снег и подписного не навалят, то обязательно пойдем. Говорят, не навалят. Все будет очень хорошо. Пару дней на природе и еще пара на то, чтобы отоспаться, а потом на работу. Это правильно. Марина пишет. Если выходные будут действительно теплые, то хочется уже открыть сезон шашлыков. Смотрите, как все делают такое замечание, если будут теплыми. 2 мая, насколько нас сделало, осторожными. Планируем посидеть всей семьей на природе. Ну и, конечно, сад-огород. Без этого никак. После снега надо наконец-то все посадить. Возможно, удастся сходить на праздничные мероприятия. Надеюсь, что действительно у вас это получится. Максим пишет. Конечно же, непременно пойду на парад. Это важное событие. Не пропускаю. Каждый год хожу. Пройти в праздничном шествии вместе с ветеранами в одной колонне – это наш долг. Они все свое здоровье и жизни отдали, чтобы мы жили в мире. Мы должны помнить и гордиться нашими ветеранами. Присоединюсь к вам, Максим. Александр пишет. Будем проводить время всей семьей. Четкой программы действий пока нет. Просто будем вместе. Может, покатаемся на велосипедах или сходим в зоопарк. Может, отправимся в большой компанию в гости к кому-нибудь. В общем, самое главное – проведем эти четыре дня вместе. Действительно, впереди по-летнему добрые и такие теплые выходные. Поэтому посоветуйте. Может быть, куда стоит сходить? Пожалуйста. Наш вайбер и ватсап 8-933-336-7172. Телефон прямого эфира 201-05-05. За самые региональные советы, где вы будете проводить выходные дни в 44. Мы подарим вот такие два пригласительных в контактный зоопарк. Так что присоединяйтесь к нам. А я передаю слово Ксении Кощеве. Ян, спасибо. Действительно, продолжим составлять праздничную афишу. Чуть позднее вернемся к этой теме. Пока продолжим выпуск. Со 2 июня из Красноярска в Симферополь можно будет улететь по льготной цене. Рейс планируют выполнять дважды в неделю, по пятницам и воскресеньям. И на каждое из них будет предоставлено 43 субсидированных места. Стоимость билета составит 7 тысяч рублей. Это в два раза меньше коммерческой цены. Воспользоваться такой возможностью смогут три категории жителей края, инвалиды 1-2 групп, люди пенсионного возраста и дети до 23 лет. На поддержку крымского авианаправления нашему региону выделили 17,5 миллионов рублей. Этого хватит для того, чтобы около двух тысяч человек смогли слетать на море по льготной цене. Выполнять такие рейсы планируют до 27 октября. В семье, где есть вот такие категории, можно прийти в кассу и приобрести такой льготный билет. Если ты относишься к данным, при подтверждении, соответственно, твоего статуса, отнесения льготной категории, которая определена, можешь приобрести вот этот льготный билет. Красноярск может получить почетное звание «Город трудовой доблести и славы». Что для этого нужно, расскажем после рекламы. Весна 45-го года. До победы остаются считанные дни. Но люди продолжают жить в напряжении, все так же вслушиваются в голос Левитана и оплакивают тех, на кого приходят похоронки. И все-таки это весна. Документы предъяви. Документы – это запросто. Телесериал «Вчера закончилась война». С 5 мая в 0.20 на телеканале «Енисей». Красноярский край вошел в пятерку самых читающих регионов России. Перелистываем страницы любимых произведений каждую субботу в программе «Утро на Енисеи» в рубрике «Читай, любимый край». Партнер рубрики «Читай, любимый край» – сеть книжных магазинов «Читай, город». Здесь книги находят людей. Затеяли ремонт и думаете, где купить строительные материалы? Если длительные поиски по огромным магазинам вас утомили, а погрузки и ожидания доставки не для вас, тогда вам в «Джем». Индивидуальные консультации, уютный комфортный выставочный зал, современные системы выбора материала из огромного ассортимента. «Джем» работает индивидуально с каждым клиентом. Доставка в течение трех часов уже сегодня. Теперь я тоже в «Джем». Эвелина Хромченко. Эксперт моды, телеведущая, журналист, писатель. Представляет мастер-класс «Модный сезон весна-лето-2017». 15 мая Конгресс-холл СФУ. Телефон для справок 232-72-72. Первый крытый парк семейного отдыха «Мэджик Ленд» в Красноярске. Аттракционы «Город-лабиринт», батуты, игровые аппараты, семейное кафе. Дмитрия Мартынова, 12, ТРЦ «Покровская», телефон 2-702-702. Скачет напряжение? Боитесь за свою технику? Спасение есть! Стабилизатор напряжения «Эй-Пи-Си». Только до 30 июня уникальное предложение от компании «Альдо». Стабилизаторы «Эй-Пи-Си» от полутора тысяч рублей. Защити свою технику по выгодным ценам. Саша, это шо? Ух ты, сколько денег на черепицу спалили! Шо это? Красота! Черепица «Андулин», центр изоляции 2-906-901. Верните радость движения без боли. Обратитесь в центр «Доктор Бубновска» уже сегодня. База отдыха «Чара» приглашает на один из теплых заливов Байкала. Благоустроенные номера и экскурсии сделают отдых незабываемым. Телефон в Иркутске – 200-650. Все виды лазерной коррекции зрения только в глазном центре на Никитина 1В, включая новейшую технологию «Смайл». Цена – 12 тысяч рублей. Верхней одежды много не бывает. Стильные новинки по оптовым ценам от московской ярмарки доступны теперь по двум адресам. Торговый центр «Авиатор», «Авиаторов-5» и «Матросова-18», магазин «Ермак». Добро пожаловать в Белокуриху! Добро пожаловать в Эдем. В самом центре курортной зоны, в живописном ущелье, расположился санаторий, который ценят за европейский уровень комфорта и эффективность лечения. Новейшее медицинское оборудование, высокопрофессиональные специалисты, уникальные методики, изысканная кухня, авторский дизайн номеров. Все это позволяет предлагать нашим гостям индивидуальные программы лечения и комфортного отдыха. Санаторий Эдем. Жемчужина Белокурихи. Слезай, говорю, всю крышу мне поломаешь! Моя бабуля старой закалки. И как ей объяснить, что крыша из полисэнда? Поэтому не ломается. Полисэнд. Надежная кровля нового поколения. Полисэнд! 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 Получили судебный приказ, извещение? Не паникуйте! Один телефонный звонок может изменить все. 272-34-14. Разберемся в вашей ситуации и представим интересы в судах всех инстанций. Юридическая служба Единый центр защиты. 272-34-14. Крымая столица может получить почетное звание Город трудовой доблести и славы. С такой инициативой выступили общественные организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Наши соседи Кемерово и Новосибирск уже обладают высоким статусом. Его учреждает Межгосударственный союз городов-героев. Звание присваивают за выдающиеся заслуги перед Отечеством и массовый трудовой героизм в годы войны. Ветераны единодушные, Красноярск достоин такой награды. С 5 по 12 мая горожане могут проголосовать на сайте администрации и поддержать эту инициативу. Уважаемые красноярцы, пожалуйста, зайдите на сайт администрации города Красноярска и проголосуйте. Для того, чтобы это решение внести в Международный организационный комитет по присвоению этого почетного звания. За годы войны Красноярск стал важнейшим арсеналом страны. Сюда непрерывным потоком шли эшелоны с оборудованием, с людьми из Ленинграда, Запорожья, Брятска, Коломны. Полностью на производство военной продукции перешел Красноярский машиностроительный завод. Рабочие этого завода и других заводов сутками не выходили из цехов. В Красноярске стартовала акция «Мы победили». В трех точках города появились интерактивные музеи, стилизованные под железнодорожные вагоны времен Великой Отечественной войны. В течение нескольких дней жители и гости краевого центра смогут посетить представленные экспозиции, узнать о солдатском быте и услышать историю о героях войны. Сергей Сеславин с подробностями. Во время Великой Отечественной войны в подобных вагонах-теплушках красноярцы отправлялись на фронт, и в них же обратно везли почту и раненых. Такие составы стали своего рода символом связи между передовой и тылом. Это офицерский вагон. Здесь во время пути при свете вот таких вот керосиновых ламп командирский состав обсуждал планы грядущих боевых действий, изучая линию фронту вот по таким картам. Также здесь можно увидеть и личные солдатские вещи. К примеру, в таких фляжках они хранили воду, в котелках готовили себе пищу, а плащ-палатки защищали их от непогоды во время пребывания в окопах. Во время своего пути к линии фронта солдаты грелись вокруг вот таких печек-буржуек. Их топили углем, дровами и всем, что попадалось под руку. Ведь дорога занимала несколько дней, и за это время нужно было не замерзнуть. Кстати, в канун 9 мая такие музеи-вагоны появились в нескольких районах города, и они уже открыты для посещения. Основное время работы этих импровизированных теплушек с 16 до 18 часов. С пришедшими будут работать волонтеры. Расскажут о героях войны и заодно проследят за порядком. Ведь в музее, пусть даже и временном, нужно вести себя почтительно. Еще один такой ретро-вагон находится на острове Татышев. Обстановка здесь, конечно, поскромнее, зато на стенах можно увидеть копии писем, которые солдаты Великой Отечественной войны писали с фронта своим родным. Оригиналы этих посланий хранятся в Краеведческом музее. Кроме того, все посетители этого места на вот таких бланках смогут оставить свои поздравления для ветеранов. Мы привыкаем народ к себе. Они заходят в этот вагончик, берут ручку, садятся за стол, заполняют конверт, открытки, рисунок, пожелания или поздравления. Мы это все запечатываем, вложим в почту. В конце мероприятия мы эти письма вытаскиваем и развозим ветеранам. Проект интерактивного музея разработали в Краевом агентстве печати и массовых коммуникаций. Его поддержали в Городском управлении культуры и молодежной политики. Благодаря такой совместной работе в ближайшие дни все желающие смогут посещать такие необычные музеи. Также по вечерам для гостей будут проводить концерты. Мы хотели бы не просто представить какую-то концертную программу. У нас будут работать баянисты и мы попоем песни, те, которые любят ветераны. Мы попоем какие-то песни, которые хотела бы молодежь потом в дальнейшем точно так же распевать в праздничные дни. И, на мой взгляд, в эти дни город Красноярск становится большой, огромной праздничной территорией в преддверии Великого праздника Дня Победы. Праздничные мероприятия на площадках интерактивных музеев будут проходить и 9 мая. Вообще же программа празднования 72-й годовщины Победы в Красноярске будет насыщенной. В 10 утра возложение цветов на Мемориале Победы. В 11.30 на площади Революции начнется торжественное шествие. А в час дня по проспекту Мира пройдет Бессмертный полк. Вечером на Театральной площади состоится концерт, который завершится масштабным фейерверком в 22.45. Сергей Сеславин, Алексей Овсянников, Денис Тимошенко. Новости. В Красноярске прошел торжественный строевой осмотр полицейских нарядов, заступающих на охрану общественного порядка. Гарнизонный развод провел начальник главного управления МВД России по Красноярскому краю генерал-майор полиции Александр Речицкий в рамках подготовки к празднованию Дня Победы. Участие в мероприятии приняли представители строевых подразделений полков патрульно-постовой и дорожно-постовой служб, участковые, полномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних, полицейские кинологи, а также представители Росгвардии, члены добровольческих народных дружин, ветераны ОВД и члены Общественного совета при краевой полиции. Речицкий вручил очередные специальные звания сотрудникам полиции, прошедшим службу на территории Северокавказского региона. Нагрудный знак «Отличник полиции», медали за заслуги выкрепления правопорядка в рамках смотра подразделений полиции краевого центра, отработана строевая слаженность, практическая тактика несения службы в летний период, а также проверенная экипировка сотрудников и технической оснащенности специального транспорта. После этого личный состав, включая технику, прошел торжественным маршем и приступил к несению службы. В Ащинске на базе перинатального центра открылось реабилитационное отделение для детей. С какими патологиями там будут работать, расскажем через пару минут. В основные у нас средства ушли на получение техники. Мы приобрели еще дополнительно 5 коров. Но мы надеемся, что молоко у нас потечет рекой. Для таких проблемных участков, на которых нематода, фитофтороз, допустим, встречается, другие сорта не выдерживают конкуренции с сортом арамисы. Программа о хлебе насущном. В пятницу в 17.05 и в воскресенье в 11.45. Аня, спасибо тебе за пиджак и за ботинки. Гоголя в город едут. Один за всех и все за одного. Не переживайте, как вас зовут? Не помню. Михаил Жигалов, Георгий Штиль. Извините, пожалуйста, вы не подскажете, как найти Емельянова Алексея Николаевича? Лешу? А вы кто его боите? Ой, понимаете, он в больницу к нам попал. Хлебный день. Сегодня в 21.30 на телеканале Енисей. Жизнь открывает нам много возможностей. Путешествовать, работать и развиваться. Осуществлять мечты. А с кредитом наличными АТБ мечты исполняются быстро. Решение за 5 минут. До 700 тысяч рублей. Переплата всего 1% в месяц. Кредит – это просто. Мечтайте, а мы воплотим ваши мечты в реальность. Азиатско-Тихоокеанский банк. АТБ. Всё удобное, просто. Красота. Я тягула. Совсем обнаглели. Всё черепицей покрыли. Деньги девать некуда. Так это же андулин. Черепица «Андулин». Центр изоляции 2906-901. Для охотников, рыбаков, туристов и спортсменов. Огромный ассортимент GPS-навигаторов с подробными картами. Эхолоты для рыбалки и спортивные часы. Магазин «Гармин». В Красноярске. ТРЦ «Июнь» и «Железнодорожников-17». Все виды лазерной коррекции зрения только в глазном центре на Никитина 1В, включая новейшую технологию «Смайл». Цена – 12 тысяч рублей. Преображенский. Новый жилой район в Красноярске. Таким должен быть город, удобный для жизни. Спорт, отдых и развлечение рядом с домом. Безопасные дворы и уютные скверы. Пешеходный проспект, красивые дома и удобное расположение. Новый жилой район в Красноярске. Преображенский. Новый жилой район в Красноярске. Большие новости на телеканале НСС. Продолжаем выпуск и возвращаемся к новостям. Уже завтра синоптики обещают до 28 градусов тепла. Как вы планируете провести эти по-летнему жаркие дни? Ваши комментарии сегодня собирал Ян Ермешов. Я вижу гостя в нашей интерактивной студии. Ян, вам слово. Спасибо, Ксения. Еще раз всем добрый вечер. К вашим мнениям мы обязательно вернемся. Можете их присылать нам в WhatsApp и Viber 8 933 336 7172. Это единый номер. Также можете писать сообщения на наших страничках в социальных сетях. Либо звоните к нам в прямой эфир 201 05 05. Пожалуйста, делитесь, как вы будете проводить эти 4 дня. За самые оригинальные советы у нас такие два пригласительных в контактный зоопарк. Ну а у меня сейчас, как я заметила только что Ксения, в эфире гости. Светлана Самохина, главный специалист Главного управления культуры Красноярска. Светлана Владимировна, здравствуйте. С наступающими вас праздниками. Я так понимаю, что вы-то для красноярцев больше всего постарались именно на 9 мая. Правильно? Да, совершенно верно. Но мы уже какие-то вещи рассказывали, основные такие большие. А вот что не вошло в наш список, может быть, поделитесь, какие-то секреты мы упустили? Да, это совершенно верно. Не все было сказано в официальной программе мероприятий, потому что, наверное, это заняло бы очень много эфирного времени. На самом деле у нас, помимо этих мероприятий крупных, планируется большая, очень интересная программа в центре событий. Но в одном из центров событий, это на площади Победы, любимой многими нашими красноярцами. Потому что после того, как закончится церемония возложения венков и цветов, закончится торжественный митинг, праздник здесь продолжится. В 12 часов праздник начнется, вернее, продолжится концертом Красноярского духового оркестра, любимого многими красноярцами. И наши артисты, наши музыканты выступят с интересной программой, в которую вошли популярные песни военных лет. Я знаю, что еще вот как раз Мемориал Победы приготовил какую-то интересную выставку, необычную, которая почему-то молчает. Нет. Не сильно раскрывает. А почему они молчат? Да, потому что действительно, это необычная выставка, это впервые такое. В 17-м году исполняется 100 лет нашей службе безопасности в разных интерпретациях КГБ и так далее. В общем, вот эта выставка посвящена именно этой важной дате и одному из наших земляков. Там о нем будет идти рассказ, который прошел через все военные испытания, через эту нелегкую службу. И помимо этого всего, еще вот в традиционной выставке, да, которая Красноярского года, Красноярский край в годы Великой Отечественной войны, она расширена новыми экспонатами, очень такими эксклюзивными и интересными, собранными из частных коллекций. Поэтому мы приглашаем наших красноярцев, которые так любят ходить на 9 мая в музей Мемориал Победы, еще раз проникнуться вот этой темой, светлой памятью, в том числе поклониться своим землякам, у которых там перечислены фамилии в нашем музее Мемориал Победы. Вновь как бы вот в это войти и всех вспомнить. Очень мало времени осталось, буквально 30 секунд. Можно еще коротенько вот так по точкам еще, где что будет. Итак, на Мемориале Победы после концерта будут развернуты большие локации нашими городскими библиотеками, познавательные игры, квесты, викторины будут представлены красноярцам книги памяти, где тоже можно будет найти своих земляков. И соответственно на театральной площади точно так же, вот о чем и говорилось, будет большой концерт с участием любимой многими группы Яхант, которая также споет свои песни. Но мы без этого не можем, но 9 мая без группы Яхант не обходится. Поэтому он у всех ждет очень интересный программ. Поэтому 6-го, 7-го на даче, а 8-го, 9-го все в Красноярске. Спасибо большое вам за то, что были сегодня у нас в гостях. Ну, в общем, совет от профессионалов, как провести выходные, вы только что услышали. Присоединяйтесь, давайте свои советы, самые региональные советы, вот такие вот пригласительные контактный зоопарк подарим. Помните телефон нашего эфира, 201-05-05, жду ваших звонков, но уже в следующем выходе, а сейчас передаю слово Ксении Кощееве. Яна, действительно, спасибо нашему эксперту за такой обстоятельный расклад. Мы продолжаем выпуск. В Ачинском перинатальном центре открылось новое отделение. Теперь дети с врожденными заболеваниями опорно-двигательного аппарата будут получать реабилитацию, не выезжая в Красноярск. Подробности у Александра Арифьевой. Пойдем, пойдем, смелее, смелее, попрыгаем. Пяточки, пяточки, обязательно, пяточки, пяточки прижали, прижали, встали на пяточки, пяточки, молодец. Врачи Ачинского перинатального центра теперь не только помогают появляться на свет маленьким жителям края. Учреждение открыли отделение реабилитации. Возглавил его специалист из Красноярска. Ачинск может во многом выполнять те функции, которые раньше были только в Красноярске. То есть брать детей с той патологией, которую раньше брал только Красноярск. Мы теперь это можем делать здесь. В новое отделение приобрели около 30 единиц различных тренажеров. С их помощью будут реабилитировать детей с рожденными патологиями. ДЦП, вывихом бедра, осложнениями после травм. Да, построили перинатальный центр. Мы научились рожать, мы научились их выхаживать. Следующий этап, это, конечно же, реабилитация. И вот этот этап, он должен сопровождать этих детей до 18-летнего возраста. Сегодня в городе Ачинске у нас свыше 300 детей находятся в статусе детей-инвалидов. На реабилитационное оборудование из краевой казны поступило почти полтора миллиона рублей. Еще полмиллиона – это средства спонсоров. В отделение входят кабинеты физио, ЛФК, массажа и различные тренажеры. Многие из них полезны для профилактики заболеваний и у здоровых детей. Ну, бассейн нам однозначно понравился. Бассейн точно будет. Развивать отделение реабилитации планируют и в будущем. Скоро в нем продолжат ремонт. Александра Репьева, Дмитрий Шевцов. Новости. В воскресенье 7 мая женская футбольная команда «Инисей» в домашнем матче встретится с лидером сезона ЦСКА. Перед важной игрой воспитанники тренера Алексея Мартынова усиленно тренируются и оттачивают навыки владения мячом. По итогам трех туров чемпионат России среди клубов высшей леги нашей «Инисей» делит четвертую строчку в турнирной таблице с краснодарской кубаночкой. Сейчас краснодарской команде нужна максимальная поддержка болельщиков на матч. С ЦСКА вход будет свободный. Игра пройдет в манеже футбол-арена «Инисей» 7 мая в 6 вечера. ЦСКА команда мне знакома. С некоторыми девочками я играла в 2015 году в «Зазорки». Команда сильная, идет на первом месте. Технически оснащена, физически. Но мы не собираемся уступать. Будем бороться только на победу. Жители края отправятся в автопробег на Северный Кавказ. Как можно стать участником большого путешествия, расскажем после рекламы. Серьезное заболевание обнаружили у нашей девятой участницы. И теперь она, наконец, хочет забыть весь этот кошмар и стать, наконец, прежней. Я не могла предположить, что это может быть что-то страшное, что это может быть онкологией. С проектом «Операция красота» помогаем Анастасии восстановить грудь после ее удаления. Смотрите девятую серию с 10 мая только на телеканале «Инисей». Генеральный партнер проекта – Красноярский центр пластической хирургии и поликлинической медицины. Телефон 2-112-113. Скачет напряжение? Боитесь за свою технику? Спасение есть! Стабилизатор напряжения APC. Только до 30 июня уникальное предложение от компании «Альдо». Стабилизаторы APC от полутора тысяч рублей. Защити свою технику по выгодным ценам. Дача, ремонт, пора экономить и выигрывать. Главный приз – автомобиль. Сайдинг – строительные и отделочные материалы в компании «Джем». Участвуй в акции. 290-40-01. Все виды лазерной коррекции зрения только в глазном центре на Никитина 1В, включая новейшую технологию «Смайл». Цена – 12 тысяч рублей. Верхней одежды много не бывает. Стильные новинки по оптовым ценам от московской ярмарки доступны теперь по двум адресам. Торговый центр «Авиатор», «Авиаторов 5» и «Матросова 18». Магазин «Ермак». Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень» экономично и просто. «Здравень» – это выгодно. База отдыха «Чара» приглашает на один из теплых заливов Байкала. Благоустроенные номера и экскурсии сделают отдых незабываемым. Телефон в Иркутске – 200-650. Большие новости на телеканале «Енисей». Продолжаем выпуск и продолжаем собирать ваши комментарии. Как вы проведете эти праздничные выходные? Слово Яну Ермешову. Спасибо. Либо напоминаем, что наши WhatsApp и Viber, куда вы можете сбрасывать свои сообщения – 8 933-336-7172. Также можете писать в наших страничках в социальных сетях. Либо звоните в прямой эфир 201-0505. Два вот таких пригласительных билета в контактный зоопарк, в который, кстати, можете пойти на этих выходных. Ждут человека, который даст самый оригинальный совет. Ну, или, по крайней мере, нам он понравится. Вот что нам пишут дальше? Ольга. Для меня длинные выходные – это, прежде всего, возможность провести больше времени с детьми. Среди недель это редко получается. По понятным причинам – школа, садик, работа. Возможно, выберемся на Татышев. Хотя в последнее время отметила для себя, что там очень много народу в выходные. Ну, конечно, все же любят Татышев. На столбы идти боюсь за клещей. Скорее всего, отправимся на природу пожарить шашлыки. Благо, что погода шепчет. А старушники на природе тоже клещи могут оказаться. Обязательный пункт – участие в шествии бессмертного полка. Никогда не пропускаем. Но, конечно, домашние дела никто не отменял. Всех с праздниками. Спасибо большое. Вас тоже. Екатерина пишет. Я не очень люблю все эти длинные выходные. Уж слишком они расслабляют, выбивают из клеи. Причем всех. Ты вроде берешь себя в руки, выходишь на работу, суетишься, звонишь партнерам, а там никто трубку не берет. Или все отгул взяли, чтобы реанимировать себя. В общем, больше вреда от такого затешного отдыха. Павел пишет. Проведу эти четыре дня дома, по крайней мере, буду стараться. Скорпиоис очень много книг и хороших фильмов, требующих вдумчивого подхода. Но если куда-то пригласят, то почему бы и не сходить, если, конечно, речь идет не о клубе. Юлия. У нас все расписано. Впереди дача. Копать, ремонтировать, готовить теплицы и парники. Разгрести заодно снег, выпусти во вторник. Как говорится, отпуск – это время, когда ты просто занимаешься другими делами. Не забудьте, 9 числа все-таки лучше сходить на парад. И Владимир пишет. Мы летим, друзья, в Москву. Давно уже спланировали. Там просто посетим достопримечательности. Но, может, устроим небольшой шоп-тур. Все же в столице можно с легкостью купить многие вещи, которые в Красноярске нужно заказывать через интернет. В общем, планов у всех громадью оказывается. И планы разнообразные. Кстати, о том, какие планы есть у работников культуры на эти выходные дни. На 9 число у нас сразу после этого выпуска новостей выйдет в эфир интервью с Еленой Мироненко. И расскажем, где можно будет еще что-то интересное посмотреть не только в Красноярске, но и в районах и городах края. Ну, а вот эти два пригласительных билета мы на общем совете. Здесь вот наша редакция решила вручить Анне, которая написала нам вот, что парад безоговорочно. Наш долг перед будущим поколением сохранить память о героях войны. Не пропустили ни одного парада. Специально на 70-летие Победы возили детей в Москву на парад. Важнейшее мероприятие для воспитания детей гордости за страной и благодарности предкам. Анна, мы с вами свяжемся. Передадим вам вот эти пригласительные билеты в контактный зоопарк. Так что сможете сходить не только на парад, но и порадовать своих ребятишек. Ну что ж, оставайтесь с нами. Впереди у нас большие длинные выходные. Хорошо вам их провести. Ну и, конечно же, хочется поздравить всех ветеранов и всех нас с Днем Победы. И особый поклон ветеранам войны. Спасибо вам за то, что вы выиграли эту войну. Спасибо всем. Всего доброго. Ксения Кощеева, передаю слово. Кстати, не прощаюсь, у нас еще впереди будет интервью. Ян, ну я присоединяюсь к словам благодарности и к поздравлениям. И говорю тебе спасибо за такой подробный анализ комментариев наших зрителей. Продолжаем. Почти сформирована команда красноярцев, которые поедут в организованный нашим телеканалом автопробег на Северный Кавказ. В следующий четверг, 11 мая, в 19 часов, в офисе телеканала НСС состоится первое собрание участников проекта, а также тех, кто еще принимает решения. Организаторы подробно расскажут о предстоящем большом путешествии. Автокрасноярцы побывают в Стопрополе, в Чечне, Ингушетии и в Северной Осетии. Вместе со съемочной группой участники насладятся красотами при Эльбрусе, увидят водопады в Архезии и легендарные минеральные источники. Набор в команду еще продолжается, поэтому пока есть возможность присоединиться к проекту. Уже сейчас можно зайти на сайт автокрасноярцы.рф и все узнать о маржуре и программе пробега. На ваши вопросы мы также готовы ответить по будним дням по телефону 236-97-01. Напомню, оргсобрание состоится в следующий четверг в 7 вечера в офисе нашего телеканала. Мы уже сможем ответить на все нюансы, вплоть до того, что пожмет ли нам руку президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, и как мы будем, например, общаться во время движения автомашин, потому что их будет несколько, и это будет целая дутка автоколонна. Мы ответим, постараемся, а если даже на какие-то не сможем ответить, то обязательно узнаем эту информацию. И в последующих собраниях организационных они непременно будут извести, мы ответим на эти вопросы. Есть несколько человек, которые придут, они еще не решили для себя окончательно, едут они с нами или нет. И, кстати, я могу пригласить всех телезрителей наших, если кто-то еще думает и сомневается, ехать ему с нами или не ехать, они могут приехать на собрание, точно так же принять решение уже там непосредственно. Ну, правда, мест у нас осталось, вот, последний экипаж, но вот я думаю, что на собрании как раз и все и решится с ним. Генеральный партнер автопробега Красноярск-Северный Кавказ, Новоангарский обогатительный комбинат. Необычную патриотическую акцию организовали студенты Сибирского юридического института МВД России. В одном из торговых центров молодые люди раздавали всем посетителям георгиевские ленты. Там же состоялся импровизированный концерт, на котором исполняли популярные песни военных лет. В акции приняли участие в основном курсанты первого курса. Поддержать их пришли совсем юные патриоты, те, кому только-только исполнилось 4 года. Майский праздник – День Победы. Отмечают все склона, надевают наши деды боевые ординаты. Это мне мама здесь решила такое, как плавение рассказать. Мы принимаем участие во флешмобе, посвященном 72-й годовщине Великой Победы. Мы выбрали такое необычное место и время для проведения нашего флешмоба. Мы исполним военно-патриотические песни, также будут раздаваться георгиевские ленточки. Тем самым мы хотим поздравить горожан и посетителей торгового центра с наступающим праздником Великой Победы. В День Победы 9 мая в столице края высадят 50 молодых елей. Город станет участником масштабной акции «Аллея России». По инициативе основного акционера компании СУЭК СГК «Еврахим» мецената Андрея Мельниченко, «Зеленая аллея» появится в нескольких регионах страны. В Красноярске в парке 400-летия города деревья высадят сотрудники СУЭК и СГК. К ним присоединятся делегаты представительства ООН, специалисты Росприроднадзора и Совета ботанических садов России. Почетными гостями будут ветераны. Поддерживает мероприятие правительство Красноярского края, Министерство природных ресурсов, регионы, администрация города. Организаторы уверены, что новая аллея елей станет символом уважения и благодарности подвигу советских солдат в Великой Отечественной войне. Кроме того, станет вкладом компании в озеленение краевого центра, снижение запыленности и загазованности городского воздуха. Аналогичная акция СУЭК пройдет в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области. На Мамаевом кургане в Волгограде в рамках реконструкции мемориального парка компания «Еврахим» высадит серебристые клёны. Инспектор заповедника Столбы снял на видео медведей, которые бродили в поисках еды недалеко от туристических троп. На кадрах видно, как медведица с медвежонком-подростком, почуяв опасность, убегает в лесную чащу. Напомню, что с 1 мая запрещено посещать буферную зону заповедника как раз из-за весенней активности косолапых в связи с началом пожароопасного сезона. Туристы должны помнить, что в этот период самцы хищников проявляют агрессию, а попытка снять их на видео или фотоаппарат может привести к трагедии. Вот что рассказала встреча с медведем автор съемки. Вода была довольно большая сейчас в половоде. И, видать, малыш-то он боится воды, поэтому мамка его не подгоняла, а за ним вот шла. То есть остановились на берегу, я увидел. Что касаемо туристов, тот район у нас он не посещается. То есть это буферная зона, она закрыта с этого года даже по пропускам. Ну и хотелось бы сказать, не нужно проявлять излишнего любопытства. То есть стараться подойти, потому что это хищник в нашем регионе, это самый крупный хищник. Реакция в мире может быть непредсказуема, тем более если это медведится с медвежатами. В этой минуте у меня все. Следите за развитием событий с нами. Своей информацией делитесь по телефону 236-01-36. Комментарии оставляйте на сайте www.enisei.tv Субтитры создавал DimaTorzok